Приветствую вас! Первое, что хотел бы сказать, это то, что вы задаете два, ну, противоречащих друг другу вопроса. Значит, первый вопрос, как бы, что делать, подразумевает то, что вы не знаете, что делать, и хотите, чтобы мы вам подсказали. А второй вопрос, ну, вы, как бы, уже сами решаете, что вам делать, и просите у нас помощи в том, чтобы мы вам помогли, вот, именно в том, что вы решили. Да, возникает вопрос, если вы решили сами что-то, то зачем вы тогда пришли к нам, сюда, на ресурсы? Согласитесь, несколько странно, что вы приходите на сайт экспертов, задаете вопрос свой о том, что вам делать, и тут же говорите свой вариант, как разлюбить. То есть, для вас выход из этой ситуации, это разлюбить. Это не плохой выход, и не хороший выход. Выход. Это просто выход. И мне непонятно, но если вы решили, допустим, решили вы разлюбить. Хорошо. Ну, зачем вы тогда спрашиваете, что делать? Вы надеетесь, что мы все-таки скажем вам что-то другое, или что? Постарайтесь пояснить, пожалуйста, этот момент. Он, на мой взгляд, очень важен. Далее. Отвечая на ваш первый вопрос, хочется сказать, что здесь я солидарен с коллегами, и не понимаю, почему вы послушали свою маму, хотя вам уже 18 лет. Ну да, вы начали встречаться с мужчиной, когда вам не было 18, и начали встречаться, когда вам было только 17, я понимаю. Но, несмотря на это, несмотря на то, что вы все-таки, как бы, не были совершеннолетней еще, несмотря на это, вы все-таки с ним встречались. И встречались вы с ним довольно долго. То есть, решение у вас открыло какое-то. И потом, когда вам уже было около 18, вы приняли решение расстаться из-за мамы. Но вот проблема случается в том, что, пока вы будете слушать свою маму, пока вы будете прислушиваться к ней, к своей маме, ваша жизнь будет подчинена не тому, чего хотите вы, а тому, чего хочет ваша мама. Вот и все. То есть, вы сами для себя постарайтесь определить, чего же вы хотите все-таки, чего же вам нужно все-таки, что вы сами для себя желаете. Вот постарайтесь ответить на этот вопрос. Постарайтесь как-то спросить себя. Вы будете делать, как хочет ваша мама, у которой свой взгляд на ситуацию, у которой свои ценности, свои идеалы и так далее, которые не являются сколько-нибудь неправильными, которые элементарно могут вам не подходить просто. Или вы действуете по своей собственной схеме. То есть, вот этот момент, он нуждается в определении. Этот момент нуждается в том, чтобы вы его сами для себя решили. Когда решите, тогда и будет понятно, что вам делать. Теперь, если вы выбираете вариант разлюбить человека, то разлюбить человека так просто у вас не получится. Дело в том, что мало того, что у вас любовь взаимная, что довольно-таки осложняет задачу, но надо понимать еще и другое, что не только в любви дело. Дело еще и в том, что не законченное действие, интенсия у вас есть. А если есть интенсия, то не так просто вам будет забыть человек. Не так просто вам будет выбросить его из своей головы. Это нужно тоже четко понимать. Нужно понимать, что вы, по сути дела, рискуете, рискуете очень сильно, как бы, остаться вот в таком вот подвешенном состоянии. Вы рискуете, как бы, всю жизнь помнить о том, что была у вас взаимная любовь, но вы эту взаимную любовь никак не смогли реализовать. Из-за чего? Из-за кого? Из-за мамы. И у вас могут быть серьезные проблемы из-за этого. У вас могут быть довольно серьезные, как я уже сказал, интенсионные процессы. То есть процесс, по сути дела, пространство. И если вы хотите действительно разлюбить человека, если вы действительно хотите разлюбить мужчину, да, вам необходимо переключиться на другие вещи, вам необходимо переключиться на что-то вообще другое кардинально. То есть я бы здесь говорил и о том, чтобы заниматься чем-то для себя, чем-то своим, то есть либо учебой, либо творчеством, либо чем-то еще. Такого плана. Но это уже, конечно, вам решать. То есть если вы хотите, если вы действительно хотите забыть мужчину, то есть вам нужно именно так. Но я сильно сомневаюсь, что вам это там вот поможет в ближайшем будущем. Потому что все-таки вы осознаете, что потерять. Вы осознаете, с чего лишились. И если вы осознаете, с чего лишаетесь, то опустит вас это не так уж и скоро. Это нужно понимать. Поэтому, что делать в этой ситуации, решать, безусловно, вам. Я не думаю, что мы можем как-то вам указывать, что делать. Я не думаю, что мы можем советовать здесь, в этой ситуации. Но я хотел бы вас предупредить обо всех последствиях, негативных последствиях, которые могут быть у ваших решений. И предлагаю вам сделать следующее. Еще раз. Взвесьте все как следует. Еще раз подумайте. Стоит ли оно того, если говорить именно о разрыве с вашим молодым человеком? Стоит ли делать это ради своей мамы? И потому, что ваша мама решила. Так. А может быть ваши отношения не были никогда столь серьезными, что мама смогла их разрушить? Вот и попробуйте ответить себе на эти вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные оставьте, пишите в личку. Помогу вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!